Это... Аааа! Я хочу... Почему все кверх ногами? С утра надо хорошенько позавтракать, сегодня нам предстоит много пройтись И для этого я решил спуститься на местный фудкорт, который находится прямо в приотельном торговом центре Как вы можете заметить, тут, как и в наших фудкортах, есть каток Но разница в том, что он находится на нулевом этаже А у нас фудкорты обычно строят на последнем, на четвертом, на пятом этаже торгового центра Также в Сингапуре очень интересные фудкорты Здесь нет такого, что вот киевси, макдональдс, бургеры, везде практически все одно и то же Тут немножко по-другому Здесь куча различных кафешек, то есть вот там кафешка, там кафешка, там кафешка, там кафешка, там И все готовят только определенную категорию блюд Например, вот там готовят только рис и курицу Вот там готовят только лапшу и утку А вот здесь, например, только морепродукты При этом ни в одной из этих кафешек нету напитков Потому что для этого есть отдельная зона И напитки продаются только вот там То есть вы приходите на фудкорт и здесь все максимально просто Думайте такой, я хочу сегодня, например, рис с уткой и свежевыжатый сок Это значит, ты идешь в одно место покупаешь рис, в другом месте покупаешь утку И в третьем месте покупаешь напиток Вот так выглядит фудкорт в Сингапуре Ну и самое главное, что еда здесь только азиатская Никаких тебе американских бургеров, никаких тебе европейских, я не знаю, что там, пицц или что-то такого Только разные утки, лягушки, лапша, рис, свинина и все в этом духе Вот здесь, например, делают все из креветок В этом креветке смотрите, какие огромные Вот здесь, например, только утки Ну согласитесь, что это все выглядит прям вообще супер аппетитно вообще Вот это утка, а вот это я даже не знаю, что такое, но оно все в такой красивой карамели, прям просто хочется это попробовать В общем, вот здесь я заказал рис и свинину в кислотком соусе И пока она делается, я пойду в отдельной палатке, возьму воду Собственно говоря, вот и она, как видите, вода продается отдельно Итого, в качестве завтрака мы имеем свинину в кислотком соусе с яйцом и рисом И вот такой напиток, который я взял отдельно с киви и клубникой Итого, все вместе, это стоит 15 сингапурских долларов Умножаем на 40 рублей и прикидываем, дорого это или дешево И не забывайте, что есть это нужно палочками, потому что ни ложек, ни юлок здесь нету Но конкретно для меня это не проблема, я уже не первый раз в Азии и вообще палочками начал есть примерно лет с пяти Просто вот так берем и захватываем рис И вот сюда его, побольше вот сюда его И все-таки я считаю азиатскую кухню самой вкусной кухней в мире Мы вроде неплохо так поели и теперь я отправляюсь в путешествие Один из самых лучших парков аттракционов на земле Universal Park в Сингапуре И это парк развлечений по мотивам самых лучших американских фильмов, снятый из студии Universal И, между прочим, это намного круче, чем какой-то там Диснейленд Но правда Universal Park это удовольствие не из дешевых Входной билет сюда стоит 120 долларов Но зато это не просто парк аттракционов, это целый город развлечений Здесь как-то слишком много декораций, притом я немногие из них узнаю Например, вот этот огромный корабль позади меня Сначала я подумал, что это Титаник, а оказывается, что это тот самый корабль На котором звери из Мадагаскара, собственно говоря, на одноименный остров его плыли Вот раньше я думал, что у меня в городе, в парке аттракционов крутые декорации Там американские горки быстро катаются, колесо обозрения Нет! Вот крутые декорации Огромный, черт возьми, корабль Сейчас поначалу я подумал, что даже в универсии решили отстроить свой Дисней Сейчас мы находимся в далеком-предалеком царстве И где-то здесь должен быть Кот в сапогах, Шрек, Осел и вся вот эта компания Но на первый взгляд это действительно напоминает тот самый замок из заставки всех фильмов Дисней А сейчас давайте посмотрим, что нам подготовил Кот в сапогах и Бобовый стебель Ну и естественно, здесь не забыли про парк Юрского периода Пойдемте покатаемся на динозаврах и аттракционах Когда сюда входишь, еще музыка из фильма играет Такое ощущение, как будто мы вот реально сейчас увидим живых динозавров Ну прям все как в фильме Раньше в парке Юрского периода сдавали мобильные телефоны и фотокамеры Потому что на этом аттракционе все это может промокнуть Но современных людей это не касается, потому что современные смартфоны водонепроницаемые Можно ничего не сдавать Это не похоже на обычную горку Здесь походу мы будем полностью мокрые Вот это сейчас будет весело Все, друзья, мы отправляемся в пещеру Но аттракцион-то в целом прикольный, правда немного мокрый Хотя вот некоторые люди вообще едут в дождевиках и это вообще не круто Здесь нужно именно промокнуть, именно вот это настоящие эмоции Но, как я уже говорил, в Сингапуре все для людей И несмотря на то, что я промок, здесь для меня есть вот такая вертикальная сушилка Это знаете, как в туалетах, где ты сушишь руки вот в таких штуках Только вот это для целого тела Вот эти штуки очень горячие и горячие вентиляторы Честно, я вообще не уверен, что меня хоть что-то сейчас сушит Мне просто здесь очень жарко Это не работает Нет, друзья, честно говоря, это какой-то абсолютный развод на деньги Я не против поделиться с человеком, если ему нужно подсушиться без проблем На меня это абсолютно не работает Мне кажется, что местным декорациям вполне может позавидовать какая-нибудь голливудская студия Вы просто посмотрите на эту статуи Анубиса Они же как настоящие, как будто прямо из Египта привезли Вы просто посмотрите на вот этих парней Как после этого можно говорить, что где-то есть парк аттракционов лучше, чем вот это Это же не парк аттракционов, это какой-то музей или что-то того Но где еще при этом можно покататься на горках Ну а сейчас мы, в общем-то говоря, решили пойти на хоррор Здесь тоже американские горки будут пугать мумии И там будет темно, и снять-то не получится Но я вам просто покажу свое лицо после этого аттракциона Я, пожалуй, больше никогда не буду смотреть мумию Запомните, что этот аттракцион довольно-таки страшный Вы просто взгляните на эту конструкцию из железа Это аттракцион по звездному крейсеру галактики Честно говоря, я не смотрел никогда Но, тем не менее, я хочу здесь прокатиться Потому что здесь можно кататься кверх ногами на петлях смерти Это же самое интересное Что за гермет? Это... Я кощун... Почему все кверх ногами? Ну, как вы уже догадались, я очень боюсь высоты и подобных горок Но не прокатиться тут, это было бы кощунством Все-таки 120 долларов билет и не прокатиться на лучшей горке Ну, это когда-то неправильно Ну, а теперь мы посмотрим, собственно говоря, на то, чего нету ни в одном Диснейленде Это аттракцион с трансформерами Этот аттракцион настолько высокотеологичный, что здесь его нужно смотреть в 3D-очках Ну, собственно говоря, меняем они очки Жалко, что вы не видите этих аттракционеров Реально, пампл дым мне прямо в глаза укидает Вот, знаете, я бывал на разных аттракционах На колесе обозрения, на американских горках, на водных горках Прыжок с парашютом Честно говоря, все это меркнет по сравнению с вот этим настолько высокотехнологичным аттракционом Мне просто не передать того ощущения, что по факту кабинка, в которой мы сидели Она была на месте, просто иногда она вибрировала, как в 4DX кинотеатре Но при этом все было настолько реалистично 3D-эффекты настолько качественные Что в какой-то момент мне казалось, что мы на этой кабинке действительно падаем куда-то в пропасть Хотя, по факту мы стояли на месте То есть, это настолько нужно было подогнать технологии, чтобы внушить людям, которые в кабинке Что они не на месте стоят, а как будто куда-то движутся Короче, аттракцион с трансформерами, он не то, что самый крутой Он единственный в своем роде Это определенно 10 из 10, даже 20 из 10 Ну а вот здесь, друзья, серьезно, я прослезился Ставьте лайк, если вы знаете, что это такое И с самого детства мечтали тут побывать Друзья, это улица Сезам Хотя, наверняка, многие из вас даже и не знают, что это такое Но если вдруг знаете, то в комментариях я написал Ставьте лайк, кто знает, что такое улица Сезам Поставьте туда лайк, посмотрим, сколько нас А сейчас это... А сейчас мы пришли на аттракцион по мотивам Водный мир Смотрите, люди ликуют, потому что сейчас будет просто суперское представление Как вы можете заметить, здесь все оформлено в стиле базы, которая была в фильме И еще одна интересная особенность На лавочках написано Splash Zone Это значит, что если ты сидишь на этой лавочке, скорее всего тебя намочит водой На синих лавочках там еще больше Там тебя просто накроют с волной Ну, а на коричневых уже безопасно На самом деле это круто, когда людей предупреждают, что Вот если ты сел на эту лавку, то ты, скорее всего, намокнешь На самом деле я уже намок на мир юрского периода Мне терять нечего, поэтому я вполне могу сесть, например, на синюю лавку А я вам так могу сказать, у нас в театрах постановки хуже выглядит, чем здесь постановка просто парки развлечений Я даже и не знаю, как теперь в другие парки развлечений-то ходить Лучше уже навряд ли будет Уж не знаю, друзья, насколько круто в Парижском Диснейленде или на вашем местном колесе обозрение Но про этот парк я могу сказать однозначно, что в Сингапур стоит хотя бы раз в жизни слетать ради того, чтобы побывать в этом парке аттракционов Вы ни чуточку не пожалеете Прямо на территории Universal находится McDonald's И согласитесь, я был бы не я, если бы не заглянул туда и не посмотрел, чем же отличается сингапурский McDonald's от российского А отличия есть Во-первых, в основном меню А во-вторых, буквально через пару недель здесь начинается китайский Новый год И в честь этого здесь придумали специальное меню в честь китайского Нового года Давайте посмотрим, как оно выглядит и я расскажу, какой оно на вкус Напоминаю, что все цены здесь будут указаны в сингапурских долларах И нужно умножать на 40, чтобы прикинуть, сколько это стоит в рублях Собственно говоря, специальное сингапурское меню находится вот здесь И я хочу попробовать spicy chicken с чем-то яблочным Без ничего, просто отдельно бургер И вот оно первое отличие сингапурского McDonald's Здесь, прямо в терминале, я могу добавить или убрать какие-нибудь ингредиенты То есть, если я не хочу что-то яблочное, я могу просто его убрать Но мне интересно, что это такое, поэтому оставим Ну и также я могу, допустим, добавить куриный бекон Я не знаю, что это такое, но добавим его за доллар двадцать А вот так выглядит специальное меню к китайскому Новому году Здесь, смотрите, твистик картошка фри Барбекю Ножки или крылышки, непонятно Ну и бургеры, которые специально к этому празднику выделены Они бывают с курицей, бывают с говядиной И бывают с картофельной вот такой котлетой Я хочу попробовать куриную с картофельной котлетой Очень интересно, на что это будет похоже В общем, вот так выглядит меню к китайскому Новому году Видите, здесь такие золотые шапочки Я знаю, что в Китае их прям очень-очень много на Новый год И показано то, что это именно куриный бургер Ну а когда мы его открываем Он дополнительно запечатан в еще одну бумагу Знаете почему? Потому что здесь прям очень много соуса Вы посмотрите, насколько здесь сочная просто котлета Ну сочная не потому, что ее так пожарили А потому что прям очень много соуса туда налили Прям добротно То есть этот бургер точно не сухой Честно говоря, я даже не представляю, что нужно делать Чтобы в этом бургере не изляпаться Особенно, когда ты в белой футболке Ну знаете В целом Это довольно-таки неплохо За исключением одного момента Здесь очень много перца Такое ощущение, что весь этот соус Я думал, он будет кисло-сладкий Но нет Это перечный соус Как будто мы просто взяли черный перец Размешали с водой И обмакнули его в котлете Это очень остро Нужно срочно чем-то запить И вообще бургер выглядит довольно-таки кустарно То есть у нас идет булка Потом картофельная котлета Лук И обычная куриная котлета Больше ничего То есть ни зелени, ни каких-то других соусов Просто перец, котлета, булка Бургер готов С китайским Новым годом у вас, друзья Но это было, что касательно специального китайского меню А здесь, смотрите, special order Это сингапурское signature меню И здесь уже все очень круто Смотрите, signature collection Открываем И там внутри нас ждет действительно классный бургер Посмотрите Он даже выглядит, как будто бы он из какого-то Мишленовского ресторана Согласитесь, что если бы я прям вот так вам показал этот бургер Без упаковки Вы бы не сказали, что он из Макдональдса Вы бы сказали, что он из какого-то ресторана И он жутко дорогой Но вообще, переводя на рубли То да, этот бургер действительно очень дорогой Я надеюсь, что такой же и вкусный А вот эта штука действительно неплохая Она чуть-чуть острая Здесь какой-то непонятный сыр, который я раньше никогда не пробовал Много зелени и бекон, который мы добавили за доллар 25 Вот это отличный бургер Вот это действительно вкусно И вот этого действительно не хватает в России Не хватает специального меню В России же в Макдональдсе Помню, был только биф а-ля рус И больше ничего такого особенного не было А в другой, в любой другой стране мира Есть какое-то специальное меню И это круто Моя better run for the safety Субтитры сделал DimaTorzok